Группный план Беречь себя и своих близких По последним данным 20 человек в нашем регионе У них подтверждена коронавирусная инфекция Сегодня выписали восьмого По счету человека, который выздоровел Честно говоря, меня Достало постоянное упоминание о коронавирусе Хотя вокруг него все темы сейчас крутятся Это понятно Но я когда открываю ленту фейсбука Все, что я вижу, это о том, как мы боремся Как мы его боимся Как мы проводим время в изоляции Единственное по поводу 20 заболевших Я слушал неплохое интервью Профессионального вирусового Он говорит, ребят, если у вас есть 20 Официально диагностированных заболевших Значит реально зараженных в 10 раз больше минимум Умножаете минимум на 10 Да, это абсолютный минимум Ну то есть посмотрим, как будут развиваться события Ну за последнюю неделю Которую мы не встречались в эфире У нас Два высокопоставленных Якобы коррупционеров выявлены В правительстве региона Слушай, если честно Ну пока используя приставку Якобы У нас же правовое государство У нас же все требуют, что пока это все не доказано Давай мы скорбную минуту молчания Про Плитко мы отложим Потому что в принципе Это тема коррумпированности власти Устройство российской экономики И так далее Не зависит от коронавирусной инфекции Вот, во-первых, она, да Большая эпидемия Меньшая эпидемия Выше курс доллара Ниже курс доллара Абсолютно не играет роли Все остается на своих местах У рояля то же самое, что было и раньше Давай не будем обсуждать эту трагедию Нет, я просто новости озвучиваю Последние дни Я подобрался к той новости Что наше правительство Правительство нашей области Все-таки опубликовало список Из 140 предприятий И завод Вятич Естественно вошел туда Это те компании, которые имеют право Ну конечно же С соблюдением предосторожности Профилактики Работать с 5 апреля Как дела обстоят на заводе? Ну мы в масках В перчатках Полная дезинфекция Всего и вся То есть учитывая мой волонтаристский характер Меня это бесит Но я вынужден подчиняться Вот Абсолютно все дезинфицировано Все Вот протираются дверные ручки Стоят эти Я не могу называть Штуки Которые Выдают себе этот антисептик Дозированно В автоматическом режиме Автоматический дозатор Стоит на входе И так далее И так далее И так далее То есть нет В плане такой дисциплины И муштры Завод Вятич Он 100 очков вперед Даст многим Ну не говоря уже о тех помещениях Где непосредственно продукция Является на свет Там все Нет Учитывая что там Ты даже в обычном режиме Имеешь халатик Шапочку И ты без переодевания Просто не войдешь Ни в один из цехов Даже на экскурсии Ну если когда-нибудь был А если не было Там выдается спецодежда Потому что без нее Ты даже Сейчас я думаю Что просто не проходит никто Как в последние дни Компания Вятич Контактирует С властями нашего региона Кроме того Что вы включили Вас включили В список 140 предприятий Я знаю Что было некое письмо Ну смотри Письмо было То есть нас запросили Кучу совершенно свиней Я не знаю Ответь Это не моя епархия Я не знаю Ответили ли на все эти Там Выручка Оборот Так далее Так далее Так далее Я не знаю Отвечал ли кто-то Подробно на это Все что я видел Это тот ответ Который мы переправили Буквально вчера Потому что вопрос В письме касался На самом деле Мер поддержки бизнеса Которые хотели бы Услышать от нас В правительстве Мы эти меры Поддержки бизнеса Озвучили А то есть поинтересовались Чиновники Во всеослушание О них заявить Да Можем Ну давай Начнем с очень простой вещи Это Волшебные федеральные торговые сети Да То есть Первое То что мы неоднократно говорили Они не платят налоги В Кировской области Раз Два То что они торгуют Товаром Который привозной То есть акцизы От продажи Этого товара Не остаются В Кировской области В отличии от Подакцизной продукции Вятича То есть мы Львиную долю того Что Вятич платит Бюджет Кировской области Это акцизы То есть Фактически Это самая важная Статья вообще Нашего существования Если смотреть на это Глазами чиновников Все Ну я напомню Правительство нашего региона В конце января Этого года Опубликовало список Из 20 крупнейших Налогоплательщиков И там В череде И Межрегиональных Международных компаний Вятич стоит на пятом месте Я бы попросил Не в череде Во-первых Ну нет Если иметь Наши исконные Предприятия Нет Если иметь ввиду Исконно-посконные Мы первые Да Вы первые То есть я говорю Там РЖД Газпром Да Они немножечко Видимо больше платят Это не очень удивительно Но это крупняк Что называется Вятич платит Больше всех Из местных Местных предприятий Вятич платит Больше всех Из кировских Из кировской юрисдикции В первую очередь С местной пропиской Да То есть с точки зрения чиновников Главный вопрос Это акцизы Которые перечисляет Вятич Мы предлагали Миллион раз Ребят Давайте сделаем проще Вот берем опыт Татарстана Нижнего Новгорода Пензы кстати Ну с Пензой у нас Не получится Потому что В Пензе Там сразу При заходе Федеральных торговых сетей Был вопрос Ребят По отношению к торговым сетям Ребят Вы заходите к нам На нашу землю Что вы гарантируете Нашим производителям Нашему бюджету Пожалуйста Покажите Были подписаны Предварительные договора И по ним Они до сих пор Спокойно работают У нас этого сделано Не было Спасибо Никите Юрьевичу Который спокойно Завел это все И спокойно Это пошло на самотек Это раз То есть Мы предлагаем Простую вещь Ребят Давайте так Пусть в федеральных сетях Мы получим 50% Ассортимента Вятича Пусть пятер Ситуация простая Я читал Докладную записку Буквально вчера Насчет имя Ковалева Она составлялась И не один раз Примерно 7 На имя главы города Ирина Васильевна Да Да Слушно правильно А кем? Ой слушай Я не буду сейчас сдаваться Даже кто там подписывает Предпринимательское сообщество Нет Это Вятич Вятич Конечно Просто эта ситуация Оставилась во внимании Городу И области Не раз И не два Пока Они на нее не отреагировали А вот в этой истории Я имею ввиду То что сейчас происходит С коронавирусом По идее Они должны Как-то задуматься Еще раз То есть 50% В торговых сетях У нас сейчас 7 артикулов Это в магните И в пятерке И нас нет В красном меме По красным мемам Сейчас две секунды Я объясню вообще В чем ситуация Значит у нас 39 артикулов В локальных сетях То есть Глобус Продуктовая лавка И так далее Красногорские Ну сейчас Товятские расследы По-моему Так вот У нас там 39 позиций У федералов Ну 7 Ну 8 То есть Мы продаем Четверть из этого Четверть Совершенно правильно Мы имеем 25% Но Акцизы Это ребят Оставь В вашем бюджете Остается Дайте нам Просто место В этих федеральных сетях В Татарстане В Нижнем Новгороде В Пензе Это решено То есть В Татарстане Я уже говорил Они делали волонтаристки Абсолютно Таким как бы Нахрапом Ну правильно Методичные Правильно я считаю Ребят Ребят Если вы не хотите Никаких проблем С властью Никаких Препон Никаких вопросов С лицензированием Пожалуйста Чтобы Произведенная Вот этим Бевым Кремлем Певзавод Который построили В Татарстане Вот эта продукция Этого завода Чтобы она стояла Во всех сетях И стояла Хорошо Мощно И серьезно Немедленно Все поставили То есть Татары Жители Республики Татарстан Прекрасно Понимают Что все акцизы Уйдут в бюджет Это бюджет Татарстана Они заинтересованы В том Чтобы наполнять Никаких разговоров Нет То же самое В Нижнем То же самое В Пензе Наших Почему-то Останавливает Что-то Как-то Вот Что-то Останавливает То есть 50% Магнит И в пятерочке То есть Семи Хотя бы До 20 25 Артикулов И мне кажется Это очень реально И это даст Серьезный Выигрыш Бюджету Тени там Двух Трех Месяцев Они уже Увидят Это все Это первое А с красным И белым Ну ситуация Вопиющая Почему Они не ставят Просто Ничего Из кировских Товаров Ну там Отдельный разговор По Уржумскому заводу Который тоже Заинтересован В том Что надо встать Они этого Не делают То есть В условиях Эпидемии В условиях Закрыты Фактического Закрытия Границ Да Где очень многие Жиригены Уже начали Установить Дух посты А Вадим Вадим Путин за ее губернатором Прямо Ребята Вы карабкивайтесь Ну вчера была новость Удмуртия поставила На границе Кировской области Ну Так Если у нас Эта ситуация На дворе Да Ну почему Хорошо Давайте мы Красно и белым Попросим Несколько ограничить Ввоз Если они не хотят Способствовать Росту местной экономики Может быть Это какая-то Ну выглядит Как почти Призыв К недобросовестной Конкуренции Это не Недобросовестная Конкуренция Это просто здравое Понимание Акции за бюджет Вот и все То присни пожалуйста Почему наши власти Вы не первый раз Ведь уже об этом говорите Да Заявляете о том Что надо больше Мест предоставлять В торговых сетях Вот почему Я не понимаю Честно говоря Почему именно сейчас Это должно подействовать Эти уговоры На нашей власти Вот до этого Они ну как-то Вот да Прислушивались видимо И все оставляли На своих местах А теперь-то Вот с чего вдруг Ну во-первых Это совершенно элементарно То что нас ждет падение всего Это не надо думать Это можно просто посмотреть Письма Которые направили вчера По-моему В Минпромторг Объединение Производителей продовольствия Они просят Заявляют о том Что цены будут увеличены Там 5 13 15 20 процентов То есть в самое ближайшее время Цены на продукты прыгнут На машины И на технику Они прыгнули уже Но этот карантин Хорошо он продлится Еще месяц допустим Ну не знаем сколько Ну пока месяц Ну неизвестно Люди выйдут После карантина Во-первых Все предприниматели Я сегодня говорил С одним очень уважаемым человеком Он говорил Что ему придется Из 700 человек Которые у него список Лежат перед глазами Уволить минимум 70 Он не знает что делать Потому что эти люди С которыми проработал Там 20-15 лет И нового выхода не видят Да И нового выхода нет Потому что бизнес стал Все то что за аренда Продовольственный бизнес Вся торговля Все это 95% падения По одежде 85% по обуви Это мне тоже одна Уважаемая дама Рассказывала Позавчера Буквально То есть Абсолютно все сегменты Провисают То есть Мы увидим увольнение Мы увидим Урезание зарплат Автоматически Это падение Покупательного спроса И автоматически Естественно Это снижение налогов В этой ситуации Москва Будет занята С вероятностью 99% Будет спасать себя В первую очередь То есть Будут какие-то Точечные вливания Будут какие-то Точечные программы Но я убежден Абсолютно Что в условиях Когда у нас нефть Ну сейчас Переговорит Вадим Владимирович С Саудовцами Переговорит Еще как-то Может быть Ценничек на нефть Конечно чуть подрастет Но он не подрастет Так как ожидается У нас во всем мире Такая ситуация То есть Мы увидим Что вернувшись Кировской области Бюджет Кировской области Провиснет Ребят У вас есть Простой вариант Дайте пожалуйста Вязящую возможность Платить вам деньги То есть Понятно Что мы заинтересованы В том что Зарабатывать Но мы платим Бюджет намного Больше чем Зарабатываем Поймите То есть Мы львиную Долю отдаем Государству На самом деле Потому что Акцизы совершенно Фантастические То есть Мы Ну я не буду В цифры сдаваться Вдаваться я их знаю Но не буду их озвучивать Мы отдаем Акцизов Намного больше Чем зарабатываем Дайте нам Возможность торговать Вот федеральные сети Вот красное и белое Как угодно Как хотите Хоть чучелкам Хоть как хотите Но сделайте так Чтобы мы там стояли Все Это единственный рецепт Поддержки Вятича Который действительно Будет работать Ну и еще один момент Это оборотная тара Это кроме Уже 50% Да Дополнительно вернее 50% Это красное и белое И оборотная тара Введите экологический Сбор На тару Так Поподробнее Чтобы все поняли Ну мы говорили об этом Достаточно Несколько раз Мы говорили на эту тему Когда решили о мусорной реформе Мы готовы Мы озвучили то Что Вятич будет принимать Эту стеклянную тару Сейчас просто подзабыл Если он их на фоне коронавируса Да Мы сейчас принимаем Но на самом деле Вот мусорный аспект Он не так интересен Потому что автоматически Производится следующее Мы эту тару собираем Мы ее Во-первых Снимаем нагрузку с полигонов Во-вторых Автоматически Стеклянную тару Да Конечно Стеклянную Мы будем собирать Если вы ребята Не собираете Не утилизируете Это имеются Те же федеральные сети Тот же самый Привозные товары Если это не делаете Вы платите в бюджет Допустим Два рубля с бутыли Два-три Условно говоря Это чуть-чуть Уравновесит цены На привозное По сравнению С Вятичем Прекрасный вариант То есть поднимет Уроненную ими планку Да Да Чуть-чуть И это опять же Выгодно бюджету Сделайте так У вас будет Наполняемость бюджета С двух сторон Во-первых От самого сбора Во-вторых От повышения Продаж вяча Все Вот простые меры Которые мы предложили Правительству Ну не знаю Вчера мы отправили письмо Алексею Алексеевичу Котличкову Хотел уточнить На чье имя Отправили На Котличкова Руководителя министерства Сельского хозяйства И продовольствия Посмотрим То есть понятно Что в нашей Богоспасаемой вятке Все движется медленно Со скрипом Не спеша Как говорил Вадим Ильич Ленин Шаг вперед Два шага назад Вот то есть Но В общем-то Можно просотировать Опять Вадим Ильич Путина Времени на раскачку Это не этот товарищ Хотя его обратить не могу Ты уже сказал Я уже представляю Что можно прогнозировать Если этого не произойдет Если Предложения Озвучены Вятичем Я думаю В том же русле Мыслят и многие другие Предприниматели Но Самые какие-то Нерадужные прогнозы Понимаешь Вот это предложение О котором По-моему Вы с тобой говорили Как-то о том Чтобы создать Все-таки Торговую сеть Из магазинов Наших Местных производителей Да Совершенно правильно Маленькие магазины Домов По самым низким Из возможных цен То есть Достигая Это Двумя Двумя способами То есть Первое Ты забираешь Заводы Я уверен Что все кировские Производители Абсолютно все Заинтересованные В том Чтобы сохранить Объем Сохранить места Сохранить людей Они на это Согласятся То есть Мы опускаем Закуп Закуп Завода Мы опускаем Ниже плинтуса До минимума Но позволяющие предприятию Имейте прибыль Развиваться Но Минимум Мы знаем Сколько это Торговец Поймет торговца Второй вариант Мы убираем Максимально Наценку магазинную То есть Мы начинаем Торговать товарами Ниже Всего остального Максимум Она 15% Может составлять Где-то порядок Ты имеешь Что-то Магазинная Магазинная Наценка Нет Магазинная Наценка Сейчас Составляет До 50 До 80 До 80 Конечно Конечно Так 15% То у меня Откуда В голове Нет Володь Ты живешь В каком-то В сказочном Социалистическом Советском Союзе Ты еще Не вылез Так Из утробы Социализма Хорошо Я после эфира Буду вспоминать Откуда у меня Это 15% Нет Действительно С 50 Перепутал Нет Поверь мне На самом деле Когда ты покупаешь В магазине Что-то за рубль 50 копеек Обычно Ну 30 50 копеек Остается торговаться Да В магазине Совершенно правильно То есть Магазины Да Но это вопрос Он Мы в любом На самом деле Ситуация такая Что скорее всего В любом случае Мы этот вопрос Будем решать Не знаю С кем Не знаю Как еще Это все На уровне Готовности Это на уровне Размышлений На уровне Подготовки Но мы это сделаем Потому что Я не верю Что все это Закончится В течение Полгода Год Это Сама по себе Эпидемия Коронавирус Падение Рубля Цены на нефть Это Флер Ну то есть Это первые шаги Первый момент Это будет дальше То есть У нас Несколько лет Серьезного кризиса Вот для того Чтобы в этот Кризис выживать Для того чтобы Выживать То есть Чувствовать себя Хорошо И живым Вот для того чтобы Чувствовать себя Хорошо и живым Нужны магазины Ну это отдельная тема Мы как-то не поднимем Я напоминаю Нашим слушателям Что вы находитесь На волне 101.0 И мы беседуем С пресс-секретарем Компании Ветич Владимиром Аматовым Давай разовьем Тему Начатую В прошлой нашей встрече Неделю назад Ты говорил о том Что Инфекционная больница Получила в качестве Поддержки От компании Ветич Тонну Бутилированной Воды Что еще Какие изменения Произошли Возможности В последнее время Я не поинтересовался Цифрами Насколько я знаю Мы постоянно Нагружаем инфекционку А То есть Это не разовый Нет Это Насколько я знаю Там налажено Ну мне по крайней мере Говорили Автомобили туда уходят Везут Воду То есть Это снабжение Есть Но это я считаю Очень благое Хорошее дело Чисто 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 То есть Там Это не пиар Это не коммерция Это сделали Сначала сделали А потом Через неделю Мне сказали Ну то есть Как бы Никто не подумал Безвозмездно Нет Но это Совсем Фантастическая Наглость Еще В инфекционке Сейчас Брать Брать деньги За воду Нет Ну ребят Мы еще бы Из-под пола Начали торговать Медицинскими масками Ну совсем Нет Ну просто Знаешь Ситуация Это там Про помощь Это все мы ведь Мы знаем Которую в Америку Отправили Потом тут возняется Что ее вроде как Владимир Давайте не будем Возвездить И не будем обсуждать Эти жареные вопросы Минута молчания Про плитко Закончилась Просто Просто каша В голове Просто От информации Вирус Вирус Все вот Под вирусом Понимаешь Каша Она существует Просто потому Что мы ее Видим Очень хорошо Сейчас То есть В результате Вот этой ситуации С вирусом То есть Тот бардак Каша И суета Вокруг Реали Которая в нашей стране Существовала всегда Вот на моей памяти Даже при социализме Вот тоже Не весь что Творилось Да Но просто Пока было нормально Ну к этому Люди привыкли Ну происходит И происходит А сейчас В связи с кризисом Да понятно Что оказывается Очень интересно Все Вот так что Кому мы помогли Там Сербия Это самое Италия Америки А в какой-нибудь Подольске У врачей Нет масок Дезинфекции Халат Ну вот ладно Не будем это обсуждать С инфекционкой Мы дружим То есть мы им Поставляем Я Ну предполагаю Что пока Мощностей ее завода Хватит для того Чтобы помогать А те Кто находится За пределами Ту-ту-тфу Слава богу Инфекционной больницы В своих домах На самоизоляции Какую поддержку Могут сейчас Чувствовать От компании Вятич Как-то вот Поддержать В хорошем самочувствии Расположение Хороший вопрос Да Мы перескакиваем К той теме Которую мы не готовы Пока По-настоящему Сильно озвучить Но это Буквально вчера Немножечко И без того Что мы там Всех сейчас оздоровим Не-не-не-не Ни в коем случае Мы лекарства Не можем Ускать по определению У нас в квасе Все что есть Это витамин B Это точно Совершенно Установлено Медицинскими экспериментами Лицензировано Все Витамин B У нас есть В количестве Которые Ну то есть Для того Чтобы получить Дозу соответствующей Таблетки Надо выпить Хотя бы Пол литра Литра кваса Ну смотрите Что вам приятнее Можно не за один прием Можно растянуть Смотря что Интересно Кваса Или таблетки Плюс дрожжи Конечно Это святое дело Потому что Да Дрожжи Это доктор Комаровский Мы в прошлый раз Говорили 27 марта Пейте квас Вот сейчас В связи Как раз С тем Что люди Начали интересоваться Что можно Применять Для поддержки Иммунитета В период эпидемии И так далее Вчера у нас Выскочил имбирь Да То есть Что значит Выскочил Ну выскочил Меду Что Разговор Что О том Можем ли мы Вот кстати Так разговор Устраивался Можем ли мы Что-то выпустить Сейчас Привроченное К этой ситуации Ну как бы Совсем пройти мимо То есть Предположить Что мы живем В безвознужном пространстве Нельзя То есть Можем ли мы Что-то выпустить Такое Что людям понравится То есть Включить имбирь Да В состав Продукт Нашего дорогого Ветского Буквально на этой неделе Любимого Да Буквально на этой неделе Из Москвы Должны привезти Образцы экстракта И имбирные муки И так далее И так далее Ну не секрет Что ценник на имбирь Сейчас прыгнул Нечеловеческий Ну максимум Что я видел По-моему Две с половиной тысячи Да Люди фотографируют Да Да Ну на лимон Мои любимые лимоны Тоже кстати Ну ладно Лимоны в класс Мы лить не будем А вот с имбирем Ситуация интересная На этой неделе Привезут образцы Из Москвы Мы посмотрим Что из этого работает То есть Что из этого Можно Что из этого Дает вкус То есть Не портит Возможно ли это превратить Совместить В хороший Вкусный Болезный продукт И дальше будем думать Насколько быстро Насколько качественно И самое главное Вообще Приятно ли это будет людям Ну дадим пробовать Проведем дегустацию Опросим людей Как всегда Вот То есть Все таки Вариант с имбирем Возможен Пока конечно Бесплатная Вот бесплатная Доставка класса У нас в планах Пока не стоит Это да В питьевую воду Мы доставляем В инфекционку Но Честно говоря Мы могли бы Перескочить автоматически Тем мерам На самом деле Которые Вот Ты начал говорить Об экономике Кировской области Экономики А давай не перескочим Давай сейчас сделаем паузу Тем более что Время рекламы У нас подошло Буквально две минуты Владимир Маматов Пресс-секретарь компании Ивятич Половина второго На часах Мы прервемся Буквально на две минуты Группный план Владимир Маматов Пресс-секретарь компании Ивятич Меня зовут Владимир Сметанин Мы продолжаем нашу беседу Ты знаешь Я как обычный житель Областного центра Семьянин Папа Муж Тоже хожу за продуктами Безусловно Вижу что Многие вас приняли всерьез Это пожелание Находиться Друг от друга В магазине На расстоянии Минимум полтора метра У меня уже одна дама Остает На кассе И чего Сказала Отойдите гражданин Вы подходите ко мне Слишком близко Не нарушайте мое личное пространство Совершенно правильно Вот я думаю о том Что многие Наверное На дистанционку-то перешли И я тут на днях Посмотрел сюжет Ну естественно Речь шла о нашей столице Где Молодая мама У нее двое маленьких детей Говорит Что мы перешли На Заказ Дистанционной еды Готовых блюд И нам это обходится Дешевле Журналист спросил А насколько дешевле Она говорит Три тысячи в день Ну это Москва Я напомню Столица нашей Родины Да Я так почесал затылок Володя Есть такие машины Бентлер Устройства Мы можем конечно поговорить О владельцах Бентлер Устройства Боюсь что большинство Аудитории просто не пойдет Как ни говори Сахар во рту Сладко не станет Самое главное Не с чем сравнивать Человек который может Трать на продукты Дистанционно Три тысячи Уже чувствует себя неплохо Я думаю В Кирове Да Вот нет То что касается Да Дистанционки Тут тоже какие-то Есть соображения По этому поводу Вот сейчас я буду говорить Не о политкорректной вещи Почему Потому что Все меры Которые необходимо Принять в отношении Алкогольных продуктов Да Это Они фактически Идут в разрез С законами Которые были приняты За последние годы Первые из них Которые я считаю Не Но ужесточили в общем Да Но это было ужесточение Сразу в нескольких Вариантах Там разные лобби Работали в этом вопросе В частности пива И лобби Крупных транснациональных Корпораций пивных Да Ну вот они добились Того чего хотели Пандемия И глобализация Это синонимы На самом деле И потому что Если бы люди С такой скоростью Не ездили И так не перемещались Ничего бы этого не было И волны бы такой Панической не было Так вот Вернувшись Дистанционки Смотри Дистанционная торговля Алкоголем Запрещена В Российской Федерации Да Но в Москве Но все сюжеты Которые идут Про дистанционную торговлю Это какой-то таксист Который привез в багажнике И тут его накрыли И все это изъели Это абсолютно ерунда Потому что И Москва И Саратов Все города Миллионники Ну Москва Петер 100% Никаких проблем Чтобы тебе привезли А алкоголя нет Ты набираешь Там есть эти сайты Ты на них заказываешь Ты заказываешь бокал Ну как подарок К покупке Фантастически дорогого бокала Тебе привозят Совершенно бесплатно Алкоголь То есть привозят ИПшник Который с тобой рассчитывается Тут же Даже если его возьмут За мягкое место Он заплатит штраф Не соизмеримый Совершенно С оборотом Который И это не повлияет На его предприятие Особо И перерегистрироваются Эти сайты Это уже не один год И проблема Легализовать это Заключается только В здравом уме Потому что Никакой проблемы Из-за того Что ты сможешь заказывать Алкоголь на дом Нету Вот сейчас В момент вируса Когда все сидят По домам Но это настолько Лежит на поверхности И я слышал По-моему еще В пятницу Что кто-то Уже Начал поднимать Вопрос О разрешении Институционной торговли Кто-то в смысле В верхах Конечно Конечно Компания Официально С уплатой Тех же налогов И так далее Самое главное Кто же не цивилизованно Будет заказывать Для того чтобы Платить доставку Уже нужно Какое-то умение Понимание Хотя бы Работать с компьютером То есть Абсолютно Люди которые пьют Фунфырики Они будут пить их Дальше Потому что Если ты ужесточаешь Любой запрет В плане легального Алкоголя Ты автоматически Получаешь Рост суррогата А суррогат Это смертность Это теневой оборот То есть Ну если вам нужна Вот эта проблема В ответ В обмен на эту Давайте Нету Ну думайте Сейчас время задуматься То есть Так Кто задуматься то должен Власти страны Непосредственно Нет конечно Конечно На своем региональном уровне Мы тут ничего не сделаем Да Мы не можем разрешить Дистанционно торговать алкоголем Я думаю Что буквально Недели две Если все будет продолжаться То вопрос По разрешению Дистанционки Поднимется То есть И эта тема Скорее всего Еще раз возникнет Плюс Ну тут ведь может Ну конечно Тут можно долго размышлять Тут и появятся Псевдодоставщики И люди Которые желают На этом заработать Якобы они легальны И не исключенно Рост же того суррогата Непонятно что привозят Непонятно что привозят Непонятно как Во первых в лес боятся То есть Волков боятся В лес не ходить Да Нет я то всегда за то Чтобы давайте попробуем Как это пройдет Конечно Безусловно Причем Причем Чем больше денег Ну это такие элементарные вещи Я думаю что Любой профессиональный экономист Будет смеяться Надо мной Потому что для него Это аксиома Но чем больше денег Крутится в экономике Чем они быстрее оборачиваются И чем их больше Тем экономика Чувствует себя лучше Вот сейчас Из-за кризиса Вот этого коронавирусного Основная проблема В том что у нас Не в том что нету денег Они есть Но они не работают Они лежат У нас покупательный спрос падает То есть у нас нет транзакций С этими деньгами Вот как мне На секунду в топик Вот как мне Года три назад Объяснял один банкир Проблема Речь шла о карточках банковских Он говорит Проблема же не в том Сколько денег у тебя лежит на карте Или сколько ты заплатил А какое количество транзакций Насколько активно ты пользуешься Этим ресурсом Вот этот вопрос То есть мы имеем На каждом этапе Мы имеем прибыль 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 Мультипликацию Если это делать Ну вот Это экономическое рассуждение Как не в следующий раз Ну да я понимаю Просто когда раздаются возгласы О том что давайте мы раздадим Всем россиянам По определенной сумме Как это делается в других странах Да популистская идея Вроде бы хорошая Красивая Но с другой стороны Я понимаю Куда люди понесут Многие В банк Они не будут эти деньги работать Мы даже не в Эстонии Не говоря уже про Германию До Эстонии тоже дошло уже просто Часто обвиняют Они ближе к Европе Замедленно живут Ну они Не ближе к Европе Но мы не в Германии Где абсолютно Настолько все понятно Жестко Кстати Катастрофически жестко По сравнению с Россией В плане налогов Отчислений Путежей А Опять офф топик Но на сегодня Поинтересуйся как-нибудь Что творится в Соединенных Штатах Если ты испортил кредитную историю Ну все Это крест на человеке Это не крест на человеке Но ты на каждом шагу На каждом шагу Снимаешь ли ты квартиру Платишь ли Устраиваешься Ты будешь получать Очень большие неприятности Потому что Каждый работодатель Это Аренда датель Предоставляющий скидку На бензоколонки Без раньше Что он будет начисоваться А как у вас вообще С кредитной историей То есть Кстати не только Америка Поэтому Путина живет В Америке это замечательно видно То есть вот так То есть идея раздать деньги Она Несмотря на то что Не помню То ли Собянин То ли кто-то в Думе Там Выдал что это Мародерство И что-то еще Раздача денег Ну несмотря на Фантастически Хамскую форму Заявления То есть Ну там люди просто Не думают Видимо когда говорят Несмотря на Хамскую форму Заявления Абсолютно правильно Потому что раздать Нашим людям деньги Означает раздать Нашим людям деньги Больше ничего То есть Потому что у нас нет Условий При которых человек Был работал с деньгами Или умеем их вкладывать У нас очень низкая Финансовая грамота То есть Хотя я слышал Несколько разговоров Меня совершенно потрясли Выхожу курить Извиняюсь за подробность На балкон На лоджию Внизу сидят На валочке бабки Вот конкретные бабки Такие обычные Одна другой Вот че уж думают Та Вот если Заводы-то встали Откуда деньги-то возьмутся Ведь в экономике То не возьмутся Никуда Откуда же Кто же там думает Путин-то Войт Автозаводы Все предприятия Не работают Денег-то не будет То есть И тут Маматов сверху Бабуля Нет Минуточку Нет С трансля С трансляциональными компаниями Никаких других способов Соревноваться С ними Потому что по цене Учитывая Суррогат Извиняюсь Конечно Само качество Конечно И поэтому Мы можем только доказывать качество Доказывать что-то потребитель Но мы можем делать это только через рекламу А сейчас мы вынуждены совершать какие-то акробатические упражнения Какие-то кульбиты Для того чтобы рассказать людям о том что мы делаем Но эта ситуация ненормальная Сделайте ребята пожалуйста так Что опять же Это на самом деле общероссийский вопрос Я не знаю что там союз пивоваров на данном этапе Как они будут Не думают Не думают Но реклама алкоголя Раз Трехлитровая тара Два Ну акцизы Это вообще отдельная тема Которую надо бы дифференцировать Ну это отдельная тема И да И дистанционная торговля Вот настолько ясны эти меры Что-то Вот я думаю как Из этого всего Что-то в этот кризисный период Начнет срабатывать Что из этого первым начнет работать Я не знаю Я не представляю себе механики Воббирования каждого из вопросов Но я понимаю что какой-то из этих вопросов Начнет прорабатываться Выхода нет у властей Они обязаны обеспечить доходность в регионах Может сроки даже какие-то Нет Прогнозируется Играть пока Нет Играть нострадамусом мы не будем То есть сроков прогнозировать мы не можем Но этот Понимаешь что дело Движение в отношении вот Local Brand Она не остановима Вот Один чрезвычайно уважаемый человек Николай Витальевич Курагин Говорил о том Да Говорил о том Что вот Ну это же тенденция Вот в общемировая Что Вот местное пиво Ну занимает там Тридцать-сорок процентов рынка И вроде как это вот устаканилось Такая ситуация Ну это В моем понимании немножко не так Потому что Россия это не весь мир А во-вторых Нам ничто не мешает делать местное пиво везде То есть Не знаю В Удмуртии В Кишкар-Оле В Марио Да Еще где-то Еще где-то Еще где-то Нам ничто не мешает делать местные бренды Под тем же шапочным брендом Витальевич Но свои Вот и все То есть Витальевич не против того Чтобы и внутри региона Конечно Это правильно понял Конечно Развелось это дело Так мы Ну ладно Про концепцию Local Brand Поговорим подробнее Это в другом месте Да Действительно Нет это просто то противостояние глобализации Которое мы предлагаем И я уверен что это концепция будет работать Это тот чирий так скажем На известном месте Мирового капитала Совершенно верно Наш ответ Который болит и не дает им спокойно жить Вот То есть Фишка же в чем Тема в том что ТНКшка Они Транснациональная корпорация Они не заточены под производство продуктов Которые по-настоящему ориентированы на потребителя Это массовые вещи То есть Вот у них В средней температуре В палате Вот примерно Средний потребитель Средний Вот я не люблю это слово Средний потребитель Средняя Вот эта величина Да Чаще всего Это ошибочно Никаких средних людей Никаких средних потребителей Нет То есть Да Люди реагируют На какие-то общие вещи И двигаются в одном направлении Но Это не значит Что они причёсаны Поданду к ребенку А Транснационалы Они делают очень просто Они пытаются причесать всех под одно Зомбировать фактически С помощью рекламы Которая очень примитивна На самом деле Да И Ну в первую очередь Реклама в местах продаж У них она стандартная Типовая Ну они этим понимают Что большего-то и не надо Да Больше Десятилетиями Большего не надо Вот сейчас Мне кажется Кажется Что сейчас Начнётся обратное движение И вот этот коронавирус Он подклеснёт Это всё Ну это посмотрим Конечно В ближайшие месяцы Что это будет Ну я думаю да Угу Ну ещё буквально Минута остаётся Год-то продолжается Жизнь продолжается Простите уже За эту банальную фразу Может быть ещё О планах Немножко Приоткроем Ну а о планах Очень простые Мы Всё-таки про Шнайдера Мы говорили Ну про Шнайдера Вот вопрос Памятник мы поставим Имперский стол Вот кстати Будут аукционы ещё продолжаться Нет Пока не будет Аукцион всё А всё уже Аукцион всё Мы его ставим на продажу 150 вот эти бутылок Моего встил Сотни бутылок Уйдёт торговую сеть Насколько я знаю Это всё-таки Глобус И уйдёт она завтра И 150 часов Мы будем его продавать То есть За 150 часов Посмотрим Как наши кировчане Его раскопят И распробуют Ну Я его пробовал От всей души Искренне Облизнулся сейчас Вадимир Немножечко От всей души Искренне Абсолютно всем Рекомендую Ребята Успейте попробовать То есть Со вторника Грубо говоря По вторник Это появится Цена Да Она отпугивает Но те у кого С деньгами по прежнему Несмотря на коронавирус Неплохо Welcome Это маленький шажок В моём понимании Это прекрасно Блестяще Великолепно Это сорт Который можно дегустировать Реально дегустировать То есть Это настоящее Наслаждение Напитка Ну что ж Удачи Реализации Успешной Задуманного Компания Ивечич Владимир Маматов Пресс-секретарь завода Мы прощаемся На неделю Всего доброго До свидания Крупный план